Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. И сегодня у нас с вами домашний влог. Я, честно говоря, планировала сделать для вас макияж. Не вот, который вы просили меня повторить из прошлого моего видео, но когда я закончила преподавать, а сегодня у меня было три ученика подряд, и приезжали они ко мне. Для тех, кто первый раз сегодня со мной, я педагог по технике речи, ораторскому искусству и актерскому мастерству. И вот эти три предмета у меня периодически варьируются. Кто думает, что если я не гружу картошку, то и не должна уставать, на самом деле, ребята, нет. Это очень энергоемкая работа. То есть я, представьте себе, вот 2, 3, 4 часа у меня просто не закрывается рот, я не присаживаюсь в кресло, я просто прыгаю постоянно вокруг своих учеников, поправляю их, если мы занимаемся дыханием и речью, если это какие-то этюды мы делаем, актерскую задачу ставлю, помогаю, включаюсь в процесс. То есть вот это какое-то бесконечное такое действие, в процессе которого я просто становлюсь вся мокрая, как мышка. В итоге мне потом становится холодно в конце занятий. Я в конце концов понимаю, что у меня просто уже нет никаких сил. Некоторые из моих учеников, кто согласен был расшифроваться, кто согласен был открыть свою тайну, что они занимались актерским мастерством дополнительно, кроме своего образования, они есть на моем сайте, в разделе о канале. В принципе, очень многие, кто заходит ко мне на канал, слышат меня и задают вопрос, а кем вы работаете? Так интересно, голос у вас какой-то такой необычный. Вы знаете, ребят, все-все обо мне указано в разделе о канале. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Как я уже сказала вам, я планировала сделать для вас макияж, но я преподавала весь день сегодня вот в этом нюдовом макияже, таком легком, да, который вам понравился. И потом, естественно, после душа, а вот сейчас я вот в том состоянии, когда у меня вот так досыхают сейчас волосы, я просто без косметики, только всегда я наношу блеск для губ. Кстати, у меня уже он потихонечку заканчивается, это Лимани. Сейчас у меня на губах, сейчас расскажу вам, что случилось с моими губами, очень смешно, только со мной, наверное, такое могло произойти, комичный случай. Вот, и я поняла после душа, что у меня просто нет никаких сил. Я приползла в зал вот сюда, села в это кресло и поняла, что нет, я не готова второй раз заново наносить весь этот макияж, у меня кожа просто устала. Я хочу поговорить с вами без чего бы то ни было на лице, кроме крема. Будете, ребята, смеяться, но я не знаю, это просто кинематографический абсолютно случай. Я предлагаю как вариант в кино использовать. Фильм ужасов, пытка, не знаю, все что угодно. Я, как вы знаете, делала наклеечки на каждое средство, уходовое, по крайней мере. Я делала такую ревизию, кстати, кому интересно, чем это все закончилось. Посмотрите, пожалуйста, мое видео, я вам вот здесь оставлю ссылочку на него. Я делала налепочки такие вот, скотчем, такой сильный. И вот я взяла его в зубы, вот так держала кусочек, чтобы приклеить. И один клею, другой держу. И, значит, снимаю этот кусочек, и он у меня приклеился к губе, представляете? Я как дернула и оторвала с куском губы. Ну, ребята, это только, я не знаю, пытку такую в кино можно в комедийном сделать. Двух кусков на губе нет? Дочка сказала, ну, мамочка, ничего, не переживай. Я все время кусаю губы, у меня заживает в течение недели. В общем, успокоило меня, что в течение недели у меня будет вот это все заживать. Теперь я постоянно использую такой вот блеск для губ, который чуть-чуть смягчает. Ну, естественно, я уже много всего заживляющего, потому что прям кровь текла, представляете? Ну, в общем, кошмар. Не знаю теперь, как будут смотреться яркие помады. Наверное, пару-тройку дней подожду, когда что-то заживет. О чем хотела сегодня, ребята, с вами поговорить? Последние силы сейчас вам отдам и успокоюсь на этом. Наверное, буду отдыхать. Вы, кстати, просили меня ответить на вопрос, как я питаюсь. Ну, я частично уже отвечала вам в прошлом влоге, да, на свой вопрос. Вот я показывала вам завтраки, ужины, ну, такие вот легкие, без мужа, когда я нахожусь, когда он уезжает в какую-то командировку. Вот сейчас он у мамы, сегодня он возвращается, я снова буду жарить, парить, варить. У нас обязательно будет мясо и с каким-то гарниром. А сейчас я ем очень просто, то есть вот пока сегодня он еще не приехал, у меня был вот такой вот обед, который я, кстати, так и не смогла съесть до конца, но вот он был. Такой простой у меня сегодня обед в отсутствие мужа, обычная квашеная капуста и грудка. Возможно, даже я ее столько и не съем, не знаю. Ну, в принципе, кусочки небольшие, они внутри полые, это такие вот кусочки, которые я сняла сверху, это все один кусочек грудки. Очень мне нравится вот такой вот бальзамико, бальзамический уксус, он салатный, но он такой не сильно терпкий. Мне нравится, я чуть-чуть буквально добавляю к блюду. Буду пить кофе, добавлю туда два кусочка коричневого сахара, но это, в принципе, не принципиально, не обязательно коричневый. Кстати, иногда я пью даже кофе и без сахара, если он с корицей. У нас кофемашина, кто стоит сейчас перед выбором кофемашины, можете посмотреть мое видео, я оставлю вам ссылочку в описании, как она работает. Это, в принципе, удобный аппарат. Поскольку я заказываю в магазине утконос, не всегда я довольна там качеством продуктов, иногда, чтобы бывать испорченные, но надо отдать им должное, что они всегда деньги возвращают, без вопросов абсолютно, за какой-то товар, который вам не очень понравился. Вот такие вот высылают интересные они журналы. Ну, мне нравятся какие-то тут такие интересные блюда, довольно действительно просто и вкусно. Что-то иногда я подглядываю, когда делаю что-то для мужа, для гостей. И здесь, видите, вот так очень правильно, красиво сфотографирована еда, вкусненько. Сейчас быстренько поем и вернусь к вам, мы с вами поговорим о наших, о женских делах. Просто, честно говоря, сил нет после занятий, даже кушать сил нет. Только душ, и вот, видите, чем накрываюсь, даже мне холодно. Мама вязала, я, кстати, видео об уходе за кожей вокруг глаз, вот в этом вот панно, хотел сказать, манто, господи, как он называется, шарфики. В этом шарфике была. Уже все, даже начинаю забывать слова от того, что все время говорила, безостановочно. Кушаю я, как вы видите, очень просто, но это не потому, что я на диете. Мне нравится так кушать, честно говоря, я, ну, редко ем, когда у меня и мясо, и гарнир. То есть, мне нравится либо картошку отдельно с какой-то капусткой, с салатом, либо мясо отдельно с каким-то салатом. Ну, иногда я ем и с гарниром, то есть, у меня нет никаких предубеждений, я специально никак не худею. Вот прям, чтобы специально себя мучить. То есть, вот то, что мне удалось сбросить, это, ну, как-то естественным таким вот образом. Просто это, наверное, был все-таки набор от стресса. И вот за полгода я сняла эти лишние 10 килограмм с меня сошли. А сейчас муж в ужасе говорит, что дальше худеть не надо, не надо, не надо. Он насмотрелся на моих девушек-моделей, которых у меня довольно много в ученицах. И говорит, что всех их нужно накормить, бедные, несчастые, худенькие. Ну, девушки, если вы чуть-чуть полноваты, и если вам, в принципе, вас все устраивает, но ваш молодой человек, мужчина, муж, постоянно делает вам замечания, и он вами не удовлетворен, ну, подумайте, может быть, действительно стоит не худеть, а как-то задуматься, тот ли человек рядом с вами. Мне кажется, что если с вами рядом человек, которому вы нравитесь, то вы будете нравиться ему любой. Ну, конечно, ухоженный, старайтесь. Мне кажется, килограммы – это вообще не причина делать замечания. Ну, это, по крайней мере, мое мнение. О чем я с вами еще хотела поговорить? Мне дарили два вот таких вот крема от Shiseido. Body Creator – ароматизированный крем для зоны шеи, декольте и груди. Интересный крем. И второй крем Body Creator, тоже из этой же серии, Activator. То есть, это тот, который от целлюлита, но якобы, то есть, он холодит довольно сильно. Что я могу вам по поводу них сказать? Все-таки, если вы собираетесь приобрести вот такие вот кремы специфические, я хочу их похвалить. То есть, мне действительно они понравились. Body Creator для груди. Посмотрите, в итоге он у меня уже практически закончился. Он мне очень понравился. Он очень питательный. Почему он у меня так быстро заканчивается? Потому что я наношу еще на предплечье. То есть, такие проблемные зоны, да, у женщин в основном. И мне действительно хватает вот этого питания. Мне не хочется еще чем-то воспользоваться. Блосьоны все-таки для тела, они недостаточно питательные. Ну, по крайней мере, для меня, для моей сухой кожи тела. Они недостаточно питательные. Вот этот шикарный крем. Если вы будете наносить его на тоник, то есть, прям вначале вы пшикаетесь, либо просто вот так рукой смазываетесь тоником, ватным диском нет смысла. Ватный диск очень много впитывается лишнего. И очень мало через вату отдается в кожу. Поэтому я рекомендую вам все-таки вот корейским способом, как я делаю, наливать на ручку и смазывать тело. То несколько капель его будет достаточно, тогда он будет экономичнее использовать, вы просто будете его разносить по влажной коже, и его будет не так много уходить. Ну, я просто не жалею, потому что у меня довольно много ухода. Опять же, после моей ревизии я поняла, что мне нужно активно сейчас пользоваться, не жалеть, не экономить. Так что, да, мне он понравился. Для любителей шоссейда, если вы еще его не пробовали, кто хочет попробовать люкс, попробуйте. Я думаю, его тоже останется довольным. Второй крем, ну, вот такой антицеллюлитный, ну, конечно, огромный, здесь 200 миллилитров. Я использовала его раз примерно 5, может быть, может быть, 6. Использовала его на всю нижнюю часть тела, то есть вот начиная от талии и далее вниз. Он не так прям сильно сжется, как более бюджетные его версии, то есть с ним можно, в принципе, и на ночь его можно нанести, лечь, спать, то есть он вам не будет мешать. Да, он холодит, но так, ну, можно терпеть, то есть он не мешает сну, он не то что подтягивает, он как бы уплотняет кожу, и кожа такая становится вот напитанная, она такая вот пружинистая становится. Мне очень понравился этот крем. Вполне возможно, когда у меня закончатся все остальные средства, я его сама приобрету. Так что всем спасибо огромное, ребята, кто мне подарил, кто меня поздравил так с Новым годом. Вот эти вот два средства действительно оказались хорошие, они действительно стоят своих денег. Каждый день, дома даже, когда я выхожу куда-то, я наношу вот этот Нуа, он в моем проекте «Использовать по максимуму». Там в нем, видите, такая жемчужинка плавает. Отметочку себе сделал. Научилась от других девочек делать отметочки на продуктах. Я, знаете, люблю вот такие ароматы, которые я сильно на себе не ощущаю, только где-то вот иногда при повороте каком-то головы, либо если я наношу на запястье, так махнешь, иногда рукой есть ощущение, что на тебе какой-то аромат. Вот ароматы такие душащие, я просто вот умираю от них, типа Жадор, я не могу такими пользоваться, для меня это убийственное. А вот такие вот Нуа, это Кошарель Нуа, для меня это легкие ароматы, и я могу использовать даже дома. Сейчас я нанесла на лицо тоник, а потом воспользовалась вот таким вот гелем, такой лосьон. Вот Хадалаба, это гиалуроновая кислота, здесь много-много разных видов ее, но эти средства нужно обязательно перекрывать сверху каким-то кремом. Японский бренд, он полностью у нас представлен в магазинах «Подружка», но также его можно приобрести онлайн. Кстати, очень бюджетная косметика, в Японии это считается масс-маркет. И далее те кремы и сыворотки, которые я вам показывала в своих любимчиках, с сайта iHerb, я наношу на лицо. То есть это Derma Air Anti-Rickle, Deep Anti-Rickle серия, сыворотка с пептидами и крем с DMAE. И вместе они работают потрясающе, то есть у меня есть сейчас ощущение, что на коже нет никаких тяжелых каких-то средств, кожа не перегруженная, но есть ощущение такое, знаете, что кожа напитанная. Да, она липковатая, то есть вот этот крем немножко липковатый, но если в принципе вы нанесете даже на него сверху тональный крем, как раз хорошо будет держаться. Он, кстати, не скатывается, но я бы рекомендовала вам, знаете, если вы вот такие питательные какие-то кремы наносите, если у вас сухая кожа днем, то вы руками не катайте крем тональный, когда вы наносите. Вы либо кисточкой вот так его прибиваете, может быть вот такими вот похлопающими движениями, может быть губочкой какой-то, да, бьете блендером, чем угодно. Но вот если вы начинаете вот так тащить, то у вас даже база предназначенная для использования под макияж, она будет у вас скатываться. Так что аккуратнее. Под глазами у меня сейчас вот этот вот крем от Виши Идеалия. Официально ничего не наносила, чтобы вы просто посмотрели, есть ли вообще какой-то от него результат. Вот честно говоря, я никакого сияния и никакого замазывания каких-то синяков и венок не вижу. То есть вот у меня как видны венки были, вот они, видите, вот здесь, так они и видны. Что с Идеалией, что без Идеалии. То, что он дает увлажнение, да, я ощущаю, такая вот кожа приятно увлажненная. Но не более того. Поэтому обратите свое внимание. Мне кажется, если вы хотите добиться какого-то сияния под глазами, то это, конечно, не тот крем, который вам нужен. Так, что еще хочу вам показать. Вот он, этот самый лак, который просрочен уже, да, сейчас он до 2-го, 18-го. У нас коробочки Биг Бокс. Это та самая коробка, которую последнюю я получила. Больше я в нее Бьюти Бокс не заказываю. Я вам уже говорила об этом, да. Кому интересно, почему, смотрите, пожалуйста, видео. Вот здесь оставляю вам. В общем, сегодня я попробовала перед занятием и решила, знаете, ну вот так гладко, как я делаю в видео своих, убрать волосы, чтобы они мне не мешали. Потому что я когда преподаю, я наклоняюсь. То есть нужно волосы как-то фиксировать. Что я вам хочу сказать. У меня не получилось им зафиксировать вообще. То есть я не чувствовала, что у меня на волосах есть лак. Совершенно. Я не понимаю, в чем тут эффект. Хей, сфрей, в общем, что это профессиональная косметика. Довольно приятно мягко распыляет. Но кроме вот этой мягкости я ничего и не заметила. То есть вот как он мягко распыляет, так он мягко и фиксирует. То есть никак. Это легкая фиксация, но я думаю, что хотя бы какая-то должна была быть фиксация. Ну хоть какая-то, но даже легкой фиксации он не дает. По вашей рекомендации я приобрела Эсвицин. Экспортный. Вот так теперь он выглядит. Немножко по-другому. Работает честно написано. Ну в общем-то это косметическое средство для радикального предотвращения облысения. Вот такое у него название. Как вы видите, он очень-очень бюджетный. В аптеках продается. Несколько человек писали мне о том, что он должен ускорять рост волос. Возможно, будить луковички, которые спят. Которые пострадали, возможно, восстанавливать. Ну в общем, сейчас я его активно пользуюсь. Хотела вам показать, что действительно я активно пользуюсь. Я его перелила здесь вот его немного. Я перелила его в спрей просто пустой и распыляю на чистые волосы. Втираю и далее просто даю высохнуть волосам. Не знаю, пока результата я не увидела. Но естественно, волосы в течение месяца должны как-то откликнуться или не откликнуться на это средство. В общем, будем с вами испытывать дальше. Посмотрим. Здесь в основном состав витамины. Некоторые даже его пьют, принимают в качестве витаминов. Но не уверена, что это можно делать на самом деле. Написано, что волосы становятся гуще, особенно у женщин. Люди, страдающие облысением. Значит, восстановление волос полностью. Ну, не знаю, будем смотреть. И что я вам хочу сказать по поводу витаминов. Удивительные витамины, которые помогли мне. Хочу обратить еще раз на них ваше внимание. Теперь ногти у меня опять не слоятся. Я прям счастлива. Могу наносить какой-то лак. Ну, пока они еще не такие прям жесткие, как были раньше. Но тем не менее. Но я рада, что хотя бы они не слоятся. Они слоились прям до середины. Это Салгар. Американская компания. Волосы, ногти и кожа они называются. Skin, Nails and Hair. И что я вам хочу сказать. Ребята, вот так вы, наверное, не увидите. Это нужно очень-очень близко вам показывать. У меня начали расти новые волосы. Я связываю это вот с приемом этих самых витамин. Потому что размер волосков именно такой, который должен образовываться в течение месяца. Вот примерно месяц, может быть, полтора. Я как раз и принимаю регулярно эти витамины. То есть до этого я то принимала, то не принимала, то их не было на сайте. В общем, сейчас я заказала несколько упаковок. И ко мне сейчас идут еще более экономичные упаковки. Здесь 60 таблеток, а там двойная упаковка 120. Я заказала сразу несколько, просто чтобы не было перерыва. Чем они отличаются от остальных витаминов, я делала специальное видео. И в видео о волосах, и в видео о ногтях я рассказывала. Поэтому вы посмотрите, пожалуйста. У меня муж химик, и он подробно-подробно мне все рассказал, почему у меня такие ногти, что мне нужно принимать для того, чтобы у меня стали крепкие ногти в первую очередь. А волосы, естественно, само собой они потихонечку-потихонечку, но они уже дольше восстанавливаются. Поэтому сейчас я принимаю их регулярно, и я вижу результат. Еще хотела вам сказать, не пропустите, пожалуйста, акции. Сейчас очень-очень выгодные акции на iHerb. Я сейчас вам перечислять все не буду, потому что видео у нас не об этом с вами. Я просто делюсь с вами какой-то информацией, полезной, как всегда. Впрочем, стараюсь быть для вас полезной. Я все эти акции перечислю в описании к этому видео. И продублирую еще в комментариях. Прямо будут уже ссылочки, на которые можно кликнуть и начать делать заказ. Для тех, кто ни разу не делал заказ на iHerb, ребята, я снимала видео. Не пугайтесь, там все очень просто, регистрация простая. Очень выгодное предложение. К примеру, вот такие вот витамины у нас в аптеке стоят в 3 раза дороже. А вот эти витамины стоят за 60 таблеток 600 рублей на iHerb. Умножайте на 3 смело и идете и проверяете эту цену в аптеках. И вы увидите, что это так. По крайней мере, в Москве. Я живу в Москве, и это так. Представляете разницу в ценах? Я делала видео сравнения. Поэтому посмотрите, пожалуйста, кто не видел, не платите такие деньги. Не надо тратить на витамины 2000 рублей на те, которые вам даже не хватит на месяц. О чем я считаю очень важно, нужно сегодня поговорить. Вот прям я себе записала, чтобы не забыть за работой. Среди моих зрителей есть женщины, девушки, у которых очень много подписчиков. То есть они ведут свои каналы. Ну, понятно, что не все, но есть такие зрители. И чему я очень рада, и я очень вам благодарна, дорогие мои, что вы, несмотря на ваш огромный опыт уже на YouTube, да, что вы уже блогеры много-много лет, в отличие от меня, собственно, я только полгода назад, как открыла свой канал, я должна вам сказать, что я смотрела внимательно комментарии к вашим видео. И многие, ну, не только к тем, кто меня смотрит, есть люди, которых я просто смотрела на YouTube, заходила на странички, особенно, знаете, такие вот, где много очень просмотров, и я видела комментарии очень оскорбительные. Сразу должна вам сказать, дорогие мои, не отвечайте на такие комментарии. Даже если к вашему комментарию кто-то вот так ответил, то есть если у блогера очень много подписчиков, у него не стоит фильтр, он просто не будет успевать разбирать, да, письма все, которые к нему приходят, отзывы, у него все разрешено, то есть все разрешено к публикации, просто потому что там уже много сотен тысяч подписчиков, к примеру, и с нецензурной лексикой, и с каким-то бредом, и с совершенно несоответствующим теме, какие-то обидные оскорбления. Я должна вас сразу предупредить, хорошие мои, это искусственно созданные странички, ну, в общем, если вы перейдете на ссылку, на эту страничку, на канал этого пользователя, вы не увидите там ничего, там нет фотографий, там нет, скорее всего, понравившихся видео, там ничего нет, все подписки закрыты, фотографий нет. Потому что, друзья мои, это робот, потому что, естественно, одному человеку поручается вести сразу несколько каналов, это их цели определенные преследует. Возможно, это платная страничка, то есть они подключают на клики вас, вы, получается, складываете им туда денежку, то есть там платные клики. Девушки, ну не тратьте свое время и свои силы на ответы вот таким вот фактически роботу, роботу. То есть всегда видно, когда человек живой, хотя бы, ну, по теме, ну, более-менее без оскорблений. Уважайте себя и будьте уверенным в себе, в конце концов, начните заниматься положительными утверждениями, аффирмациями. Вам просто станет легче, вы будете понимать, что вы себя любите, принимаете таким, какой вы есть, ну и зачем вам ерунду какую-то слушать, правильно? Вот я разошлась-то, да? Ну, просто мне жалко ваше время и ваши нервы, зачем вам это надо? И вообще я очень уважаю всех тех, кто ведет свои каналы. Это вообще смелость, честно говоря, это смелость. Если мне это, например, ну, несложно по профессии, по прямой моей, потому что я воспитываю ведущих, да, буквально, актеров, ведущих, для меня это нормально, разговаривать с камерой, как с другом. То для многих это же просто вызов огромный. Вот, вот такое немножко спонтанное видео у нас с вами сегодня получилось. Ребята, буду отдыхать, просто уже, честно говоря, язык даже заплетается, уже забываю, что хочу сказать. Вам спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи, дорогие мои. И, конечно же, всегда будьте благодарны за все, что имеете. Пока!